На канал Загет поступил вопрос, как девушке не ошибиться при выборе будущего супруга? Ну, для того, чтобы делать такой выбор, нужно делать это ответственно, не торопясь, не поддаваясь одним только эмоциям. Нужно все же поразмыслить. Во-первых, надо понять, насколько человек близок к тебе по твоей душе. Да, он там умный, красивый, во всех планах приятный, с ним интересно, но интересна ли ему глубина твоей души? Есть ли что-то настоящее, глубокое, духовное, важное, что вас связывает? Или все-таки связывает вас много поверхностных вещей, не касаясь глубины? А что в глубине? В глубине всегда стоит вера, вера во Христа. Насколько человек близок к мне по вере во Христа? Мне кажется, это очень важным моментом для того, чтобы выбрать верующей девушке своего супруга. Если человек одного духа, если мы причемимся из одной чаши, если мы думаем похоже о нашей жизни, о спасении, если у нас основные ценности похожие, то это является одним из оснований для того, чтобы думать о том, что человек может быть супругом. Следующее. Конечно, надо руководствоваться еще и тем, насколько характер человека подходит тебе. Потому что излишневластный, если он подавляет, если он не считается с тобой, а делает так, как только он считает, как ему нужно и так далее, то, видно, жизнь с таким человеком будет очень трудна. И надо несколько раз подумать, а подходит ли этот человек для семейной жизни. Следующее. Хорошо посоветоваться со старшими. Посоветоваться с родителями. Родители имеют опыт, они хотят хорошего, доброго. И надо обязательно учитывать их мнение. Это сейчас не очень принято, но тем не менее это важно, чтобы они благословили, чтобы они постепенно, может быть не сразу, но все же приняли этого человека и согласились с выбором девушки. Хорошо взять благословение духовника и посоветствоваться с ним. Я думаю, это тоже будет подспорьем. Ну и, конечно, помолиться, помолиться, чтобы Господь вразумил. Если нет четкого вразумления, еще раз помолиться. И верю, что постепенно по нашей просьбе будет и открыто. Ведь Господь тоже хочет нам открыть, так ли это или нет, нужно ли создавать семью или нет, есть ли в этом воля Божия или нет воли Божией. Это слишком серьезно, это касается нашей духовной жизни, поэтому Господь помогает в таких вопросах и отвечает на наши молитвы. Но все же, помимо всего прочего, нужно поразмыслить и подумать, как мы уже говорили, посоветоваться. В Библии мы тоже читаем такие слова. «Начало всякого дела, размышления, а прежде всякого действия, совет» читаем мы в книге Иисуса Сына Сирахова. Субтитры создавал DimaTorzok Иисуса Сына Сирахова.